Ну это ж ты попросил. Обалдеть. Ты уверен, что ты так вылечишься? Знаете что, я сейчас стану хирургом. Ой, нет, это не болит. О нет, о нет, у меня всего лишь горло болит. Я думаю, что кто досмотрел до конца, уже заслуживает того, чтобы её услышать. Ёши в саду. Чё? Около Колизея. Чё сделал? Всем привет, котят, и меня зовут Лана, и мы пришли в больничку. А почему? А потому что вот эти вот двое, а могу вас вот всех схватить на ручки? Ну подожди, ну стой. Ой, ой. Вот, а и тебя тоже. А можно, чтоб двоих? Серьёзно? Ой, а как это? Я надеюсь, что вам удобно. Я надеюсь, что вам удобно. Ёши, ну чё ты вообще? А как? А где я? Ну вы сниклись чуть-чуть, получается. А почему в одну руку? Ёши, поменьше будто бы, смотрите, у него... А я специально стал поменьше, чтобы было удобнее, типа, видно. Ладно, короче, ребят, суть не в том... Чего? Я что-то разрешила, но я ничего не поняла. Ребят, мы здесь потому, что вот эти вот двое после поездки в Рим, полётки, собственно, после этого они заболели. И что делать? Надевайте давайте вот эту вот пациентскую одежду. Готово. Всё. Молодцы. Своё оправдание, своё оправдание. Значит, там мы жили с температурой 27 градусов днём, да? Ага. И там было очень жарко, тепло очень ночью, всё, типа, спали нормально, всем всё окей было. Вот. Мы прилетаем, значит. И я, ну, типа, зная, что... А, ну, в Белграде было холодно, но когда мы прилетели, стало тепло. Типа, 30 градусов днём. 30, ребят. 30, я повторю, 30 градусов днём, вот. Это очень много. И я думаю, ну, ну, прохладно дома было, и я, короче, включил в своей комнате сплит, ну, чтобы просто, типа, теплее было. Ну, как-то нормально-нормально вроде бы, вот. А потом думаю, ну, на ночь оставлять не буду, потому что зажарюсь, там уже 30 градусов, 30 градусов. И, короче, в 3 часа ночи я просыпаюсь от того, что у меня дико болит горло, и в комнате просто дубак какой-то. Я трясусь, я включаю сплит, у меня нос заложен, у меня, говорю, горло болит. Слышно-слышно по вам, да. Короче, вообще, ну, супер неприятно. А я не могу найти, где вас... Ну, возьмите конфетки, это лекарство такое. Ой, спасибо большое. Кстати, а вы знали, что когда болит горло, то не обязательно вот эти покупать всякие лекарства от горла прям специальные. Можно обойтись и просто какими-то леденцами, потому что действия почти одно и то же. А я тут наматываю круги, потому что я хочу для вас... О, палату побольше, чтобы вы рядышком-то лежали. Так, один сюда. Спасибо. Ой, а как? Ну ладно, давайте сами. Все, отдыхайте. Так, нормально, пульс есть. Тебе не капец, все хорошо. Тоже пульс есть, все хорошо. Не капец. А я хочу сказать, что, в принципе, не только из-за температуры воздуха так произошло. Почему-то растемнеет. А, это ночь наступает. Так, ну все, пора спать. Нет, по поводу меня, нет, конечно, не только. Я с папой сегодня тоже разговаривал, он говорит, не-не-не, говорит, это так не бывает, это явно в тебе сидело, просто вот сейчас вот это вот катализатором получилось. Да. Вот, я согласен, возможно, но вообще, мне кажется, что все равно из-за температурки вот этой вот, из-за того, что, возможно, нос забился, я ртом дышал, холодный воздух, все дела, ну, короче, не знаю. Так, у меня есть кислородная маска, надо? Вообще, ну, не знаю. Ой, блин. А у меня тоже лист, но я не могу ее взять. Я не туда куда-то. Я вот тебе поставлю. Зачем ты огнетушитель? Это что такое? Да блин. Ладно, а ты доктор или как? Ты себя спасаешь? Да вроде доктор перчатки надела. Нет, я вообще должна вас спасать, но что у меня может быть? Сейчас посмотрим. Так, это эмоции. Ну ладно, я могу сделать вот так. У тебя пока что только синие руки. Это перчатки. А, ну ладно, я пока вот так немножко поползаю тут. Простудились тут вы. А знаете, что простудились вы из-за чего? Из-за того, что... Я тоже немножко, кстати, подкашливаю. Да, но я себя чувствую лучше, чем вот эти вот двое, поэтому их надо лечить. Давайте мы вас полечим. А ты же заметил, как Лана с нами общается? Вот эти двое. Без уважения как-то, даже не называя нас крестным отцом. Ужас. Ну, вообще-то, вообще-то, я сегодня и в магазинчик ходила. Это правда. Да, трижды вообще-то. А, трижды. Трижды ходила. Вот. Что? Купила медик, купила выпечку. Да. И потом еще шоколадку купила. Ну, и лекарства всякие тоже. И тапки для Ёши купила, да. Да, кстати. Ну, не такие уже, как в прошлый раз. Да, чуть-чуть другие, но тоже довольно симпатичные тапки. И теплые, главное. Ну, не теплые, главное. Но те были, конечно, классные. Блин, Ёш, ну теперь я хочу теть найти. Так, что у меня есть? У меня есть чем полечить. Так, хот-дог. Это лекарство? Конечно, конечно, лекарство. Оно вкусное. О, давайте померяем вам температуру. Вот Ульяна отказывается сегодня весь день мерить температуру. Да и мне ее нет, я же чувствую, я же болею. Я же живу с собой уже сколько лет. Проверяем, проверяем. 105 градусов. О, вот мой. Вот ты, вот видишь как. Так, еще раз проверяем. Это критическая температура. 96, но немножко уже получше. Вот, видите, упала. А обычно под вечер должно быть наоборот. Но вот видите, у меня наоборот. Батусник на кухне, если что. Я же 98, так надо перепроверить вот тут вот долгу. А можно как-то? Все не работает больше, что ли? У меня температуры точно нет. Ну, я еще раз проверю. У меня еще только горло побаливает. И нос закладывает. Ну, это типа первая такая ступень вот этой вот неприятной штуки. Давай я тебе покапаю вот эти вот капельки. Вот прям так. Это такое лечение. Ульяна, тебе тоже капелек немножко. Давай. Они еще так капают, так интересно. Так вот, на самом деле, я уверена, что это все из-за того, что мы просто переутомились. Потому что мы столько всего переделали. Мы столько смотрели. Что? А я, ну, ты говори, а я пока открою свое приложение на айфоне. А, сколько хотели. А я даже уже, даже знаю, сколько там шагов. Да я у тебя что-нибудь посмотрю. Как бы тебе посветить вот так. Вот это в ухо вообще-то смотрят. Но я тебе на лоб посмотрю. Типа так. Ну, нормально, пойдет. А хот-дог мне, если что? Это не вам. А мне тоже хочется. А тебе глюкометр сейчас поставим. Что? Так, может быть, это глюки, а не вы на самом деле сейчас? Не знаю. Вроде нормально, оно не запищало красненьким, значит, пойдет. Давай еще раз. Так, ребят, ребят, значит, я могу сказать цифры, цифры, обозначить, так сказать. Значит, первый день 20 тысяч шагов, второй день почти 25, и третий снова 20 тысяч шагов. Понятно. Это моих шагов, если что. Сейчас скажу, сколько у меня в километрах. Ну, типа Ланиных, ну, то есть, если моих 20, Ланиных, примерно, 45. Нет! Не так, ну, слышь ты. Ладно, ну, 25 точно. Вот сейчас какое-то лекарство. Потому что находит, знаете, как маленький гномик, такой, ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты, вот так вот. Слышь, вообще ужас. Смотрите, что я сейчас стану хирургом. Ой, нет, это не болит. О, нет, о, нет. У меня всего лишь горло болит. Все, я хирург теперь. Будешь со мной более вежливо разговаривать, понял? Уважительно, да. Да. Ты будешь меня еще поправлять? Сейчас я тебе вот эту штуку посвечу. Извините, ой, это что? Я же тебе говорю, это в ухо смотреть. А, так ты хирург или кто? Или отоларинголог? Я... Все вместе. Я многопрофильный врач. Ого. И вообще, давайте вас на рентген поведем, а то что-то вы тут слишком засиделись. Так, где моя... Стой. Вот сюда. Блин, почему... Ооо, ладно, это что-то очень плохое. А как это? Это ж ты попросил. Обалдеть. Ты уверен, что ты так вылечишься? Как-то, ну не знаю, ну типа нагрузки, быстрее вылечишься. А, ну вообще, знаешь, я когда-то читала, что викинги, они вот для того, чтобы вылечиться, они становились там на свои вот эти лыжи, прототип лыжи, и отправлялись куда-то в лес. Ужас какой. И чтобы им было тяжело, а зато потом организм нормально. Нормально, интересно. Ничего себе. Да, а вот это вот я могу использовать? Что это такое? О, нормально. Мы тут поставим. Я не хочу туда. Да ты туда не залез... Ой, почему я поползла? Ты что ползешь? Я сейчас знаю. А вот. Так, у меня слишком много предметов. Мне нужно... Вот, и поэтому я ищу каталочку, но я не могу найти, нашла только капельницу. Тебе вот пойдет? Что-то происходит? Почему я... Что это? Может, ты слишком маленькая? Ой. Не, вроде нормально. Все, я встала. Я нормально навился. Подождите секундочку. Вот, у меня... Да почему это Пак Парамедик? А можно бесплатную какую-то каталку? Она же тут была. Вот, что ты кашляешь? Вот, что ты кашляешь? Ты болеешь, что ли? Так, отдай мне кровь. Где каталка, ребят? Я почему-то уже двадцатый раз. Фаришка. Во, отлично. Все, я нашла. Пожалуйста, кто-нибудь. Вот. Вези меня. Понял? Вези меня. А двоих могу повезти? Ой, не знаю. Видимо, нет. Я нажимаю на данный. Можешь на шею, типа, запихать, Ульяна. Не дави. Не могу. Я нажимаю. Не могу. Я тоже нажимаю. Ладно, Ульяна подожди. А, подождите, у меня эта штучка в руках, простите. Давайте еще раз. И что? И ты можешь на меня нажать? Нет, не можешь. Я, видимо, пешком... Вообще-то... Вообще-то, Ульяна себя хуже чувствует, Ёша. Давай, вставай и я Ульяну потащу. Капец. А вот так. Приходится выбирать. Я не могу. Во, все, поехали. Так, а куда мы едем? Я уже забыла. Нам надо провести какое-то обследование, правильно? А это где? Это офис. Ну, по идее. Ульяна, ну ты там говори, что ты видишь, ты ж впереди едешь. Так, ну пока что я вас только в кафетерии детский уголок привезла. Здесь вряд ли будет какое-то лечение. Кафетерий. Ой, смотрите. Я нашла комнатку вот такую. Тут вы не будете чувствовать себя больными. Давай, выпрыгиваем. Ой, ну не знаю. Мне не нравится эта картина, если честно. Это просто обучающее. Ладно. Ёша, ты потерялся? Это устрашающе. Я потерялся, я пошел кушать. Ужасающе, вернее. Ну ладно. Все, я пришел. А вот... Мне все еще купец. Ладно, ты мне ноги уже все отбила. Да я, ну я стараюсь. Я стараюсь на поворотах-то, ну елки-палки. Так, все, здесь будем проводить исследования. Вот так вот, извините. А вы точно врач? Печатала меня. Написано, что я хирург. Вот ты, Верь, конфеты поеду. А ты, вот давай, ложись. А я не хочу, может быть, я не хочу. Вообще-то придется. Проверяем. Светим. Ты чего? Это я очень, ну, депрессивно, в общем, настроена. О, это я тебе включила, видишь? А сейчас могу еще что-то включить? Тебя маску включила. Спасибо. Опа. Опа. Что-то тут есть такое. Но мы не будем это использовать. Я думала, укол. Я просто перевернулась как раз. Это мы трогать не будем. Очень удобно. Да. А это что такое? Ингалятор какой-то. О, мне кажется, это тебе нужно. Ну почему я себе использую? Да, я проверяю просто. Нормально, нет? А вот это вот тоже могу тебе использовать? Нет, тоже себе. Просто я пока к крови подключусь на всякий случай. На всякий случай? А это надо, когда ты простываешь, да? Слушайте, ну я сейчас изговариваю, чувствую, что я тоже немножко простыла. Но это все потому, что мы очень сильно устали. Так и бывает всегда. Верю. Вот. Но в целом нам очень понравилось. А еще есть одна история. Я думаю, что кто досмотрел до конца уже заслуживает того, чтобы ее услышать. Ёши в саду. Чё? Около Колизея. Так. Чё сделал? Украл оливку. Чё сделал? А, боже мой. Даже две. Две оливки. Я ее не съел, кстати. Я думаю, что ты не съесть сегодня. А ты думаешь, что ты не заболеешь, если ты съешь эту оливку? Я думаю, я вылечусь. Ты очень против. Да. Того, чтобы кто-то ел эту оливку. У меня... Да это обычная оливка черненькая, с дерева. Слушай, ты же не знаешь, что там. А вдруг что-то там не так. У меня даже есть фотография, где Ёши, ну, оливка, собственно, ворует. И я вам ее предъявлю. Да я не ворую, она же в общем доступе. Но так смешнее звучит. Ну да, ладно. Ну да. Ну вот хватит. Все, тебе достаточно уже. Отвязывайся оттуда. Не могу, я привязался. А еще кислорода, не знаю, я уже перенасыщена этим кислородом. Потому что, ну, я дышу все видео. Я тут что-то нашла. Вот это плохо. Так. Ну, это хорошо, что ты дышишь. Потому что тут написано, что... Ой, я... Ну, совсем сюда не хочется. Совсем как-то. Ничего себе. Я даже не знала, что тут такое есть. Ого, господи. Ого! Я пошла дышать кислородом, ребят. Какая жесть, Ёши. Тут, короче, есть что-то очень-очень страшное. И там еще страшнее дальше. Да, морозильная камера. Ты сюда не ходи. Ну, как морозильная камера? Не ходи, ты туда не ходи. Как сказать, морозильная камера? Ну, так. А, так мы все это время были рядом. Я вас вот из этой комнаты провела целый круг. Потому что вот стоит моя капельница, которую я использовала. А это у нас такие прогулки очень полезные. Так, всё, Ёши, твоя очередь кататься. Залазь. Ой. Всё, отлично. Я думаю, что нам нужно, не помешает немножечко веселье теперь где-нибудь. Это как врач, я вам вот советую. Вот, вот игровая комната. А, да? Хватай плюшевого медведя. Так. Хватай плюшевого медведя. А чё он маленький такой? Он же тут здоровый. Ну, ты маленький, и медведь тоже маленький. Это логично. У нас у всех одинаковый. А чё так? Ну, это, знаешь, это вот этот, как образец, а когда ты берёшь, уже тут такой получается медведь. Уже так. Понятно. Да. А ещё есть какая-то, вот, допустим, свинюшка. Серьёзно. А как её? А как её бы взять? Так, берём хот-дог. Почему? Тут очень мало лекарств, но много всяких странных вещей. О, даже можно вертолётик взять. Как вы думаете, он вас вылечит? Непонятно. А что он делает? Я им трясу, как будто он должен греметь. Тогда, конечно. Отлично. Знаете, что-то мне кажется, что так себе из меня врач получается. О, зато у нас тут есть куча машин. А они, они как, бесплатные? Походу, да. А поехали, знаете, вот я считаю, что лучше лечиться дома. Мы можем спрыгнуть вот тут вот с этажа и ничего себе не сломать? Я думаю, да. Я думаю, да, я проверила. Так, пойдёмте. Я считаю, что мы с вами вот так вот будем себя явно лучше чувствовать, если мы на вот этом вот... О, 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 не знаю, что это. Как вам, нравится? Да. А я на переднем и хочу, если что. А ты, ну, пересаживайся, пересаживайся. Здесь я остановилась, чтобы всё было вот очень безопасно. И, кстати, давненько мы здесь не были. А где город? Как это мы просто пока что объезжаем? Не, ну сюда нам не надо. Ну, определённо не надо. Ой, 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 я выпал. Ой, нет! Ребят, Ёши, давай запрыгивай. Это я. Ребят, проблема. Я, сидя в машине, выбрала дом. А теперь я управляю машиной, но не сижу в ней. Ничего не могу сделать. Ой, ну мы едем куда-то. Ты нас убьёшь? Меня за такими. Какой кошмар. Вы понимаете? А что я могу делать? Костобейс Полор. Очень полезно, очень классно. Спасибо большое. Вот такое оставлю. А если я нажму на другую машину, всё починится? О, отлично! Отлично, я всё починила. А теперь нам нужен дом. И вот нам подходит вилла. Вилла, я считаю, да. Вилла, это для вас. О, вау. Проходите. Буду лечить вас дома. Вам прописывается домашний... Я так уболела, ничего себе. Вот это да. Да, на вилле. Тут должно быть три спальни. Вот бы в Италии на вилле болеть. Ну, в Италии мы немножко... О, это ваша комната. А я хочу себе отдельно на чердаке. А тут есть... Ну, я хочу себе отдельно на брону, ну, помню. Нет, это не хочу. Вот эту хочу. А я что? А вот ты меня и не заметишь, я спряталась. Это я вижу, у тебя написано, что ты пациент. А, блин. Я, кстати, всё ещё в перчатках, не знаю, как их снять. Это всё такое... Профессиональная деформация называется, когда у вас руки синими становятся. Вы снимаете перчатки, они все здесь синие. Ну, слушайте, можем... Если вы хотите большие комнаты себе, давайте... Ой. Надеюсь, что вы остались живы. Может быть, это как-то чуть-чуть. Вот. Я считаю, что нам нужен вот этот дом побольше. Тут должно быть больше спален. У меня на тебе всё хорошо. Я не могу прыгать почему-то. А тебе не нужно прыгать, ты же болеешь. Зачем тебе прыгать? Так, вот одна спальня. Не стало лучше. Я энергичная. Как не стало лучше. А там тоже вот такая, как была. Чего? Тут написано, что тут четыре кровати. Может, где-то есть ещё одна секретная комната? Просто о ней пока не знаем. Вот это вот что, например. Можно в ванной спать. Или в гараже. Да, конечно, ребят, такие домики. Но примерно как и... А, о, я нашла ещё одну большую. Но там очень она странная. Она, знаешь, как будто гостевая. Гостевая. Моя. Да? Ну, хорошо. Ульяна, тебе с двухэтажной кроватью, да? Я останусь в самой первой, потому что я застряла. Я что-то сломалась. Как это ты за... А ты где? Ну, самая первая. Вот тут. Блин, найти вас ещё. Вот тут. О! А-а-а! Так ты мою. Ну, ну, давай-ка вот сюда вот. О, отлично. Спасибо большое. А теперь-ка, давай, вылазь. Не могу, у меня пробел не работает. А, да? А вот так? О! Направел всё, не работает. Видишь, я тебя вылечила. Да, но я не могу прыгать. Ну, так ты болеешь, тебе и не нужно пока. Рано, рано прыгать, Ильяна. Да, пока что вам надо... Рано, рано, хорошо, всё, я на второй поле. А, и знаете что? Блин. Из-за того, что ребята заболели, мы не сходили на фестиваль еды. О, нет. Да, и всяких... Ну, там... Это, знаете, такая штука проходит в Долграде. Ярмарка огромная. Ярмарка, да. И вот она проходит где-то раз в месяц. И как раз она вот сегодня. А мы не сходили, потому что вот... Меня хотели отправить, но я не пошла. Ну, хотя, знаете, вот по голосу будто бы я тоже болею. Хотя я себя прекрасно чувствую. Но я себя хуже чувствовала в Риме. Поэтому мы сейчас все... О, прикольно. Наверное, будем отдыхать и лечиться. Ульяна, ты где? Давайте посмотрим телевизор. Это лечащий будет канал. Нет, только не новости. И не погода. Вот. Вот это, мне кажется... Вот это нормально. Да. Так, Ульяна у нас не может ходить. Я ее отнесу сюда. Да. Давай-ка сразу, чтобы ты вот на диване оказалась. О, отлично. Идеально. И я думаю, что мы будем отдыхать, выздоравливать. Но, как видите, видео мы все равно записываем. Поэтому не так уж сильно мы и болеем. Ну, а на сегодня это все. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. И увидимся в следующих видео. Всем пока. Пока. Пока.